Здравствуйте! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, где в Новосибирске запланировали построить новую станцию метро, как жители региона обследуют на онкологические заболевания и какие специалисты сейчас наиболее востребованы на рынке труда. Подробности далее. В Новосибирске появится новая станция метро. Она называется Заводская и будет находиться на левом берегу возле площади труда. Причем как продолжение Дзержинской линии, а не Ленинской. Такая информация появилась в проекте развития большой территории возле проезда энергетиков. Документ опубликован на сайте города. На схеме также указаны новые дороги, две линии трамвайных путей, крупные транспортные пересадочные узлы и новая улица. Реализовать проект планируют после 2030 года. В Новосибирской области прошла акция «Онкологическая суббота», приуроченная ко дню борьбы с раковыми заболеваниями. К ней присоединился и Болотнинский район. Подробности у моих коллег. В минувшую субботу более 100 болотницей стали участниками акции регионального министерства здравоохранения «Онкологическая суббота». У самих у нас время действительно на это не найдется. У нас то одно мероприятие, то другое, то некогда, то подготовка. А когда в один день организовано, я думаю, что все будет удачно. В выходной день жители района могли попасть на прием к хирургу-гинекологу, дерматовенерологу, сделать мамографию, сдать анализы и проверить состояние внутренних органов с помощью ультразвуковой диагностики. В рамках диспансеризации и профосмотра это те скрининговые обследования, которые позволяют нам при анализе заподозрить какие-то злокачественные новообразования, либо хронические неинфекционные заболевания, которые повышают структуру смертности людей. Возможность пройти комплексный осмотр специалистов, да еще и выходной день, болотницы оценили. В поликлинику шли коллективно. Мне позвонили с моей бывшей организацией, с библиотеки и предложили. Не хотели бы вместе с организацией сходить в поликлинику. Я сказала, с удовольствием. Я пришла вот с удовольствием и пообщалась со всеми, и пройду все кабинеты. Спасибо. Я, может быть, так и не выбрала бы время сама прийти, а так предложили когда. Хорошо, спасибо. Акция «Онкологическая суббота», приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака, прошла во всех поликлиниках региона с целью раннего выявления онкологических заболеваний и мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. Особенно в этом году диспансеризация как-то активизировалась больше. И женщины идут с желанием и интересом. Сейчас очень остро стала проблема онкозаболеваний молочных желез. И, к сожалению, вот идя на профилактический осмотр молочной железы, мы все-таки выявляем онкологию. Кроме медицинского обследования, болотницы прослушали лекцию о важности онкоскрининга и узнали о способах самодиагностики. Приятным бонусом стала тематическая викторина. Участники получили подарки – базовый набор для лечения ОРВИ. Получат подарки все, кто будет участвовать в викторине, независимо от того, кто дал хорошие, положительные, правильные ответы. Мы разработали легких пять вопросов, хотя бы чтобы и нам понимать, как граждане у нас вообще знают о пользе медицинских осмотров, диспансеризации и профилактической медицины в целом. В поликлиническом отделении и на выездных осмотрах обследовано 102 болотница. У 16 человек выявлены патологии у одного онкозаболевания. Все они направлены на дообследование. Константин Клещин, Татьяна Автюхова, Андрей Новоселов. Новости ОТС. Водители-профессионалы – самые востребованные специалисты рынка труда в стране. И проблема отрасли грузопассажирских перевозок, как говорят эксперты сферы занятости, будут, скорее всего, только нарастать. Из-за этого, например, в некоторых регионах даже отменяют автобусные маршруты. Нехватка водителей-профессионалов достигает 40%, а средний возраст такого работника – 50 лет. Похожая ситуация во многих странах Европы. В Германии, например, дефицит водителей-профессионалов достиг 25%. Но в России есть своя особенность. К сожалению, не развивается система подготовки кадров. В некоторых регионах такие учреждения полностью отсутствуют. Дойдут до каждого избирателя. На следующей неделе в Новосибирске начнется поквартирный обход граждан. Гражданам будут рассказывать о выборах президента страны. А именно о датах, времени и способах голосования, а также о кандидатах. Избиратели смогут легко узнать обходчика. У него будет бейдж, удостоверение члена участковой комиссии, паспорт, смартфон со специальным приложением для проведения опроса и информационные материалы. Обход граждан продлится по 7 марта. Быть на связи не только на земле, но и в подземке. Для новосибирцев мобильный интернет стал доступным даже в вагонах метро. Отправить электронное письмо, сделать заказ на маркетплейсе, записаться онлайн на прием к врачу, пока едешь до своей станции метро, теперь возможно для абонентов МТС. Компания полностью обеспечила метро скоростным интернетом. Чтобы удержать аудиторию в 200 тысяч подписчиков, Василий Баранов ежедневно придумывает интересные посты и видео. Основное орудие блогера – телефон и интернет, который теперь ловит везде, даже в вагонах метро. МТС обеспечила своих абонентов высокоскоростным мобильным интернетом. Можно в течение 15-18 минут, смотря с какой станции ты едешь, например, на левый берег, то теперь ты это время можешь работать бесперебойно. Классно, что вот сейчас мы едем, допустим, от Гагаринской до почери Калинина, и сейчас могу продемонстрировать, как все ловится, что все вкладки открываются, ничего не тупит, ничего не тормозит. Отправить электронное письмо, сделать заказ на маркетплейсе, записаться онлайн на прием к врачу, смотреть любимые каналы и оставаться на связи. Все это благодаря проекту по строительству сети 4G в тоннелях новосибирского метрополитена. Очень радуюсь, что сейчас можно пользоваться интернетом. Моя работа вся удаленная, в телефоне, ноутбуке, поэтому сейчас я могу решать какие-то рабочие вопросы, вообще не отходя от кассы, пока еду с места на место. Еще прошлым летом мобильный интернет МТС был доступен для пассажиров Держинской линии. В начале этого года сеть появилась и на Ленинской. Консистентное покрытие – это когда у вас в процессе перемещения всегда есть доступ к мобильному интернету. Независимо от того, на дачу вы приехали за город, или вы в метро находитесь, или в аэропорту, или вы смотрите хоккейный матч любимой команды Сибири. 30 километров излучающего кабеля, а это в два раза больше, чем протяженность двух веток метро. Почти как от Новосибирска до Бердска. Чтобы не останавливать работу метрополитена, специалисты МТС трудились по ночам. Ведь движение поездов должно быть бесперебойным, как и мобильная связь. Мы здесь имеем очень большую долю, и, скажем так, у нас, наверное, ну не наверное, а точно мы лидеры по количеству абонентов. Нам крайне важно обеспечить высокоскоростной именно доступ в интернет, чтобы наши горожане новосибирцы смогли спокойно пользоваться. Алена Кузина, Антон Мамаев, новости ОТС. Веселые старты и морской путь здоровья. Соревнования и квест, посвященные году семьи и здоровому образу жизни, прошли в новосибирской школе номер 168. Мы и умом поработали, поразмышляли, новую информацию для себя узнали. Дети все это увидели наглядно на тренажерах. Это просто потрясающе. Ну и, конечно, состязались, поперетягивали канат. Это очень вообще всех сплотило, зарядило, и настроение просто классное. За победу бились дети и родители. 12 команд, больше 70 человек. Успели попробовать силы в эстафетах, блеснули умом в интеллектуальных конкурсах, о негативном влиянии вредных привычек на организм человека узнали на острове супергероев. А на острове суперпомощи отработали навыки сердечно-легочной реанимации. Самое главное о сегодняшнем мероприятии уже сказали дети и родители. Это замечательное настроение, это интересная информация, это позитив, это сплочение семьи, это физические упражнения. Конечно, нам, медицинским работникам, очень приятно участвовать в таких замечательных мероприятиях. Жениться лучше до 35. Россияне назвали идеальный возраст для создания семьи. Аналитики одного из медиахолдингов провели опрос среди интернет-пользователей и выяснили, какой возраст жители разных городов, в том числе и Новосибирска, считают самым предпочтительным для заключения брака. Так, почти половина респондентов назвали промежуток от 26 до 35 лет. Каждый третий с 21 года до 24, а меньше 10% опрошенных выбрали бальзаковский возраст и позже. Что касается детей, 22% респондентов отмечают, планировать рождение малыша нужно сразу после заключения брака, а 16% наоборот считают, сначала нужно пожить для себя, остальные не ставят перед собой конкретных сроков. Рыбалка на Аби может быть опасна. Спасатели провели мониторинг акватории в районе Новосибирска. Лед посреди реки уже вскрылся. Аналогичная ситуация происходит вблизи острова Кораблик. Это сейчас самые опасные места на Аби, и их будет становиться все больше с каждым днем. В остальных акваториях толщина льда пока превышает минимальные для безопасности значения. На прошлой неделе спасатели проверили 158 мест, где любят собираться рыбаки. Специалисты отмечают, что люди начинают серьезнее относиться к личной безопасности. В этом году несчастных случаев на льду не было. Без вреда для экологии. В институте теплофизики СОРАН разрабатывают новые способы сжигания топлива. Тестируют плазматрон. Можно принести аналогию с работой сварочного аппарата. Это электрические дуги. Образуется поток электрических дуг и такой ярко-синий факел, который поджигает топливо. Но при этом еще идет образование радикалов. То есть воздух, попадая туда, он, получается, разлагается тоже частично. И химические реакции протекают быстрее. Плазменную систему возгорания сейчас тестируют на ТЭД-стрим. Ученые говорят, с помощью такого аппарата уголь горит лучше. И вредных примесей в атмосферу выбрасывать котельные будут меньше. Это разработка одной из молодежных лабораторий Института теплофизики. В числе инноваций также моделирование авиадвигателей и программа для кардиохирургов, которые сейчас собирают с помощью супермощного компьютера. Сейчас мы понимаем, что немножечко мы должны вектор сместить в сторону более быстрого развития прикладных направлений. Это очень важно для поддержания и развития нашего технологического суверенитета. Результаты, которые мы получаем, являются крайне востребованными нашими компаниями. Куйбышевские учителя борются за право представлять район на областном конкурсе «Учитель года-2024». Конкурсантам предстоит пройти несколько испытаний. На одном из них, открытом уроке по биологии, побывала моя коллега Оксана Тимошенко. Большая клумба из комнатных растений в центре школьного кабинета появилась не случайно. Цветы для юных биологов привезла учитель Горбуновской средней школы Зинаида Лобанова. На своем уроке она рассказывает шестиклассникам не только теорию. Дети закрепляют знания на практике. Как выяснилось, работать с землей и растениями – дело занятное. Мне очень понравилось, очень интересно. Мы никогда на практике так еще не делали. Поэтому это впервые, наверное, в школе. Очень интересно идет, прям интересно. Все это писать, все это вот так вот рыть, наполнять. Впервые в конкурсе профессионального мастерства Зинаида Лобанова участвовала 20 лет назад. Тогда она работала учителем начальных классов. Последние 9 лет преподает биологию в сельской школе. В свой предмет по-настоящему влюблена. Опытом решила поделиться с коллегами. Перед уроком в незнакомом классе, конечно, волновалась. Однако общий язык с детьми удалось найти быстро. Я довольна детьми, что дети поняли. С детьми я работаю уже второй урок. Поэтому мы уже друг друга немножко знаем. И поэтому мне было легче, потому что я видела знакомые и добрые лица. Учитывая, что учитель у нас из сельской местности, а наш класс очень большой, у нас городская школа, я не увидела каких-то замешательств. Учитель был готов. Каждую минутку дети заинтересованы. На одну минуту не отвлеклись от урока. И с благодарностью ушли с урока. Спасибо учителю. В этом году в конкурсе профессионального мастерства участвуют 27 педагогов из городских и сельских школ. Номинаций несколько. Классный руководитель – педагогический дебют для молодых учителей, чей стаж не превышает трех лет. Учитель и воспитатель года. Победители этих двух номинаций отправятся представлять район на региональном уровне. Этот конкурс для педагогов – это прежде всего такая эффективная школа их профессионального и личностного роста. Престиж нашей профессии поднимает. И для образовательного нашего пространства – это демонстрация лучших, эффективных практик педагогической деятельности, которые позволяют добиваться высокого качества обучения, воспитания наших детей. Впереди у конкурсантов еще несколько испытательных дней. Итоги районного конкурса педагогического профессионального мастерства подведут после 20 февраля. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. В России увеличивается доля пользователей приложения Телеграм. За прошлый год прирост составил 20%. По подсчетам аналитиков, сейчас аккаунт в этом мессенджере есть у половины жителей страны. Активнее приложением стали пользоваться молодые люди в возрасте от 12 до 17 лет. В среднем люди проводят в Телеграм 42 минуты в день. Мессенджер на четвертом месте в рейтинге самых популярных интернет-ресурсов. Первое место у WhatsApp. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи.